Название этого заболевания, рак, конечно, все слышали. Гаргонное название, в котором в обыденной речи мы часто обозначаем все разновидности так называемых злокачественных опухолей. Правильнее называть появление злокачественной опухоли онкологическим заболеванием. Причем не все на самом деле разновидности этих заболеваний даже представляют собой опухоли. Бывают, например, лейкозы, в которых никакой опухоли в организме больного нет, а есть просто ненормальные, избыточно размножающиеся клетки. Появление таких онкологических заболеваний называется канцерогенезом, развитие раковой опухоли или давление активно делящихся клеток крови, это канцерогенез. И, собственно, процесс канцерогенеза в первую очередь, конечно же, изучают биологи, поэтому мы в основном будем говорить сегодня с вами про этот процесс. Превращение нормальных клеток в раковые клетки называется трансформацией, или злокачественной трансформацией. Тут, наверное, немножко более подробные расшифровки этих терминов. Ну и, не знаю, надо ли в них там глубоко вникать, что такое опухоль, примерно понятно. Будет из дальнейшего. Такие злокачественные опухоли тоже понятны. Это такие зловредные опухоли, да, которые могут вызвать смерть хозяина, в отличие от доброкачественных, которые обычно жить не мешают или не сильно мешают. Ну а раков на самом деле называются злокачественные опухоли, которые развиваются из эпитуляренной ткани, из клеток наших покровов, из клеток кожи, или из клеток кишечника, или из клеток каких-то, например, желудочной железы, или молочной железы. Все остальные раковые заболевания по-настоящему называются как-то бетеначи. Например, опухоли, которые развиваются из клеток соединительных тканей, называются саркомы, ну и так далее. Вникать в эту терминологию нам совсем не обязательно. Откуда взялось это название рак? Хотя надо сказать, что и по-английски он называется так же. Канцер переводится как крафт на самом деле. Потому что это кожа на рака. По-видимому, это связано в первую очередь с формой, которую принимают многие опухоли. Иногда даже пешня, так сказать, эта опухоль похожа на что-то такое, разветвленное с ножкой. Сказано, сильная злокачественная опухоль кожных покровов, меланома, которая развивается из пигментных клеток меланоцитов. Помните, я про них рассказывал на одной взрыве. Тем более в разрезе часто раковая опухоль тоже имеет какие-то такие выросты, похожие на ножки. Так что, видимо, название определяется внешним сходством, или, по крайней мере, сходством, которое кому-то пришло в голову, с ракообразным. В отличие от злокачественной, обычно окружаются капсулы из соединительной ткани и не имеют такой вот дозвуфленной формы. Второй вопрос, это почему мы будем говорить именно про раковые заболевания на нашей лекции, которая посвящена, в общем, все-таки не медицине, конечно, а биологии. Ну, понятно, что это важная группа заболеваний, она для медицины имеет важное значение, но хотя, в отличие от иммунологии, ее не изучают на отдельной кафедре, на биопаке, наверное, изучение этой группы болезней дало больше всего развития биологии, и наоборот, биологические исследования очень много дали для понимания от того, что же такое раковое. Занимаются этими заболеваниями прежде всего молекулярные биологи, и вы поймете почему, ну, а также, конечно, те биологи, которые изучают функционирование клеток. Поэтому заниматься этой областью можно, обучаясь на кафедре молекулярной биологии, грусологии, биохимии, цикологии, а кроме того, есть научно-исследовательский институт канцерогенеза, где специально изучают эту проблему. А тут вот показана роль онкологических заболеваний как причины смертности, но для России, для мира ситуация отличается немножко, но не сильно. Вот видите, это вот сердечно-сосудистые болезни, про них мы поговорим тоже на одной из следующих лекций. Это травмы, ДТП, умышленные убийства. Здесь Россия сильно отличается от остального мира, потому что разве эта причина смертности не столь заметна? В этом месте 12% состоят онкологические заболевания, и по прогнозу в 2030 году они выйдут на второе место у нас тоже. В других развитых странах рост их значения, как и у многих других болезней, связан прежде всего просто с тем, это не единственная причина, но главное, что люди стали гораздо дольше жить, чем раньше. Поэтому, несмотря на успехи медицины, процент этих заболеваний растет и будет продолжать расти, поскольку вероятность заболеть раком сильно зависит от возраста. И, как видите, зависимость эта близко экспоненциальна. Почему это так? Мы постепенно... Что такое экспоненциальное? Не важно сейчас. Быстро, Настя. Бесконечно. Бесконечно, конечно, потому что человек не живет бесконечно. Почему это так? Мы немножко про это тоже поговорим. Почему? Сначала с возрастом, а потом с возрастом. А потом с возрастом вероятность заболеть раковым заболеванием быстро возрастает. Но, правда, на самом деле вот здесь есть небольшой такой переломчик. Уже к 80 годам как раз тут он замедляется, числа раковых заболеваний. И, кстати, не очень известно почему. Неизвестно почему. Ему известно только, что это так не только у человека, но и у некоторых животных тоже. Например, у собак. Сначала мы поговорим, так сказать, про внешние причины, которые могут вызвать раковые заболевания. А потом уже перейдем к внутреннему. Вот, как видите, из всех раковых заболеваний примерно 40% относятся к предотвратимым. Которые вроде бы можно предупредить. Они зависят от разных, но внешних факторов риска, так называемых. В общем, этих факторов риска здесь показано не для России, тем более не для Москвы, а для всего мира. А во всем мире примерно половина, а может быть и больше половины населения живет, не забывайте про это, в деревне, в сельском месте. Поэтому для нас с вами распределение этих факторов риска может быть немножко другим, но перечень их все равно остается тем же самым. Вот, видите, на первом месте, примерно половину всех этих предотвратимых случаев рака отвечает курение. Это довольно большой процент употребления алкоголя. Какое отношение имеет употребление алкоголя к раку, непонятно. Но потом я объясню, какое имеет отношение, и это станет более понятным. Дальше. Низкое содержание пищи, фруктов и овощей. Тоже на первый взгляд это непонятно. Да это и действительно не до конца понятно. Но это факт. Если пища не хватает растительных волокон, то это вызывает увеличение числа в случае рака желудка и кишечника. Незащищенный секс. Почему это так, тоже будет понятно из лекции. Низкая физическая активность, кондаминация разными вирусами, видимо. Излишний вес. Презнение воздуха в городах. Всего 1%. Это масштабы мира, конечно, в Москве. К внутренним причинам рака относятся прежде всего мутации. Это главная внутренняя причина. А что это такое, мы с вами обсуждали. Может кто-нибудь сказать, помнит кто-нибудь, что такое мутация? Давайте, да. Это изменение в ДНК, которое могут наследоваться, клетки или организмы. Причем в данном случае довольно редко бывает, что они наследуются организмом. Такие случаи бывают, но редко. Обычно они возникают в какой-то клетке нашего тела в течение нашей жизни. И по наследству не передаются. Ну и к ним есть, во-первых, наследственная предрасположенность у ряда людей. А кроме того, мутации могут вызываться воздействием различных факторов внешней среды. Эти факторы внешней среды называются мутагены. Факторы, которые увеличивают частоту мутаций. И многие из мутагенов, если не все, являются одновременно и канцерогенами. То есть могут вызывать рак. Причем относятся химические факторы, физические, биологические. Это прежде всего вирусы. И я немножко про них поговорю дальше. Ну вот, для этого мы дадим там общую характеристику клеток и прогрессия раковой опухоли. И станет части понятно, почему ракам, как правило, забывают в старшем возрасте. Почему это происходит? Потому что для того, чтобы клетка превратилась в локачественную, почти всегда, почти во всех случаях, недостаточно одной мутации. Значит, одна мутация, причем далеко не в любая, конечно, должна произойти в каком-то одном конкретном гене. Вероятность этого не так велика, но и не так мала, учитывая, сколько у нас клеток и как часто они делятся, и сколько их сменяется за нашу жизнь. Но если такая мутация произошла, а это может произойти в раннем возрасте, то вы можете вовсе этого никак и не почувствовать. Для того, чтобы клетка начала неконтролируемо размножаться и дала какую-то опухоль, хотя бы доброкачественную, должна произойти вторая инстанция в конкретном гене. А это произойдет, пройдет достаточно много времени. И только тогда начнет развиваться пока еще вполне доброкачественная опухоль. Какая-нибудь бородавка или какая-нибудь опухоль вроде полипа, там, в кишечнике, во внутренних органах, которая не будет никак мешать вам жить и не будет сама по себе представлять никакой опасности. Затем, если в этой клетке произойдет в одной из клеток этой доброкачественной опухоли следующая мутация, а может быть и не одна, а там как минимум две, эти клетки уже станут более злокачественными, начнут разрастаться, не обращая внимания на соседние ткани. Например, если это в клетке эпители, они начнут проникать в глубже, в глубже лежащей ткани. Но и такая опухоль может достаточно долго развиваться, не причиняя вам особого вреда. Как, например, там какой-нибудь плоскоклеточный рак кожи. И только если произойдет еще одна очередная мутация, тоже опять снова в каком-то конкретном гене клетки этой опухоли приобретут способность к проникновению кровеносной сосуды, к инвазии, к расселению с помощью кровотока по организму, вот тут показана эта стадия, и к образованию вторичных опухолей, то есть к росту в совершенно чужеродном окружении, в каких-то других тканях. Вот на этой стадии действительно эти опухоли начинают сильно вредить хозяину разными способами, и это может привести к смерти. Пока произойдет накопление вот этих вот мутаций, каждая из которых события крайне маловероятны, часто проходят пятилетия. В виде исключения встречаются и наследственные формы рака. Одна из наиболее, так сказать, известных, хорошо изученных, это раковые опухоли, которые называются из клеток сетчатки глаза, называется ретинобластома. Возникают они в детском возрасте, сразу в обоих глазах, связанные они с тем, что может наследоваться одна мутантная копия гена, которая отвечает за соответствующий белок. А что делает этот белок, там неважно, будет ясно из дальнейших. То есть все клетки такого человека, такого ребенка, уже содержат один мутантный ген. Вероятность того, что второй ген в этом случае мутирует за время, пока идет развитие организма, за время, пока развивается сетчатка, оказывается очень высокой, почти 100%. А если оба гена этого белка испорчены, если белок этот мутантный, то клетки начинают делиться неконтролируемо, затем у них происходят дополнительные мутации, и это почти всегда приводит к опухолю. Ну а если такой мутации нет, то сначала должна появиться мутация в одной копии этого гена, его испортить, а потом вторая мутация точно в другой копии того же гена, в другой кромосомии, которая получена от второго родителя. А это событие уже в 100 тысяч раз менее вероятное, и поэтому если плохая копия такого гена, не у наследовано от родителей, то, соответственно, вероятность заболеть этой формой рака очень низкая, на 30 тысяч, как показано. Вот это довольно редкий, исключительный случай, когда рак может быть фактически наследован. Теперь поговорим про внешние факторы среды. Уже упоминалось, что причина многих случаев рака – это курение. С раком это связано потому, что табачный дым содержит множество всяких канцерогенов, мутагенных вещей. Одно из наиболее важных, распространенных – это дэнспирены, такие органические, простые довольно молекулы. Надо сказать, что они же содержатся в выхлопных газах автомобилей, поэтому мы неизбежно ими дышим, живя в городе. Они же содержатся в сильно пережаренной или перекопченной пище. Но, тем не менее, значительную часть, значительную дозу таких веществ популяция людей получает именно сигаретным дымом. И это отличается большой число случаев рака. Есть и другие анцерогены химические, причем самые разные химические природы. Некоторые из них образуются в так называемых редких производствах и вызывают профессиональные раковые заболевания. Но, например, раньше были одно время очень модные, производились в большом количестве анилиновые красители. И все люди, которые были заняты в их производстве, в течение определенного времени, например, 5 лет, заболевали раком бочевого пузыря. Кстати, интересный вопрос. А почему именно бочевого пузыря, а не какого-нибудь еще? Почему мутации возникают так? Ну, в данном случае понятно, почему. Потому что эти канцерогены, ядовитые вещества, они довольно быстро выводятся из крови почками. А дальше вместе с мочевым попадают в мочевой пузырь, где задерживаются сравнительно надолго. Поэтому именно на эти клетки они оказывают наибольшее раздействие. Многие канцерогены возникают вовсе не из-за деятельности человека, а присутствуют в себе прекрасно и в природе, независимо от какой человеческой деятельности. Вот один из таких канцерогенов, есть какое сложное вещество, производится плесневыми грибками, причем самыми обычными, очень широко распространенными и растущими на многих видах наших пищевых припасов. Например, на рисе, или, например, на арахисе, или каких-нибудь еще там орехах. Конечно, в том случае, если хранятся они в неправильных условиях. Например, при высокой влажности. Тогда они начинают плесневеть, и там вполне могут вылезти такие грибки. Сначала вроде на этот яд, его можно назвать ядом, обратили внимание, из-за острого отравления, не то кур, не то каких-то там овец или собак в Великобритании. А если доза этого вещества высокая, то он вызывает острое отравление, поражение печени. Но гораздо чаще доза его в пищевых продуктах небольшая, и никакого немедленного эффекта она не вызывает. И тем не менее, попадая в организм, он вызывает мутации конкретного, очень важного, противоракового гена. О нем я потом еще расскажу. Причем вызывает эти мутации в клетках печени. Но тоже понятно, почему. Пока еще не совсем понятно, но в целом понятно. Потому что вся кровь от кишечника, куда всосалась пища, проходит через печень. Причем там кишечная вена распадается на капилляры. И делается это прежде всего за того, чтобы проглотить всех бактерий, которые могли попасть в пищу, и чтобы обезвредить пищу от кровитых веществ, которые могут дальше раздействовать на какие-то более важные органы. Это одна из важных функций печени. Ну и во многих случаях печень успешно с этой функцией справляется. Тем или иным способом обезвреживая какие-то яды. Как можно обезвредить яд? Например, расщепить его молекулу пополам, разрезать ее с помощью фермента, и осколки будут не ядовиты. Или, например, приделать к нему что-нибудь еще, и сделать так, чтобы он не мог проникать через мембраны клеток, и не мог действовать на них. Тогда он будет выводиться из организма. Или еще так, как и другие способы. Но во многих случаях оказывается, что печень не справляется со своей функцией. Она пытается обезвредить ядовитое вещество, а механизмы для многих ядовитых веществ примерно одни и те же. Пытается что-то к нему пришить или что-то от него отрезать в разных ситуациях. А образующееся вещество оказывается гораздо более ядовитое, чем исходное. Поэтому сам по себе афлотоксин и является канцерогеном и мутагеном, а вот то, что из него образуется в печени, действительно вызывает мутации. И так бывает довольно часто со многими ядами. Поэтому часто при отравлении страдают именно в первую очередь клетки печени. Ну и вот в данном случае происходит тоже самое. Короче, есть запресневелый арахис не надо. Теперь давайте перейдем к физическим канцерогенам. Один из таких обычных канцерогенов, с которыми сталкиваемся все мы, это ультрафиолетовое излучение, Солнце. Вы знаете, что бывает, которое излечает наши глаза, а бывает невидимый. С более длинной волной, чем видимое называется инфракрасное, а с более короткой длиной волны, с меньшей длиной волны, ультрафиолетовый, его мы не видим. А вот насекомые, например, видят. Проникает в кожу очень глубоко, всего на несколько миллиметров. Поэтому единственное раковое заболевание, которое он может вызвать, это рак кожи. Ну, причем, если человек смуглый, с темными волосами, да еще и молодой, то, в общем, ему ничего не грозит. А вот люди такие светловолосые, особенно рыжие, с очень бледной кожей, больше подвержены такому риску, и сильно жариться на солнышке им, конечно, не стоит. Довольно многие виды рака связаны с инфекционными заболеваниями, прежде всего вирусными. Причем вирусы сами по себе могут быть причиной мутации. ДНК, содержащие некоторые там ретровирусы, встраивают кусочки своей ДНК в веном человека. Это может вызвать мутацию, в том числе такую, которая может привести к раку. То есть, в принципе, некоторые раковые заболевания имеют вирусную природу. Раус открыл это УКУР, изучая саркому, в 1911 году. А через 55 лет за это открытие ему вручили Нобелевскую премию. Так что для того, чтобы вручить Нобелевскую премию, часто приходится прожить очень долгую жизнь. Ему было, по-моему, 83 года или 84, когда это его открытие было, наконец, оценено по достоинству. Это действительно важное открытие. Но многие другие вирусы, например, уже упоминавшийся вирус гепатита В, тоже могут стать причиной раковых заболеваний, хотя никаких мутаций сами по себе они не вызывают. Мы называем другие вирусы. Кроме вируса гепатита, есть такой попеломый вирус человек. Он представлен многими разновидностями, и некоторые его разновидности вызывают просто появление бородавок на коже. А некоторые вызывают появление бородавок не на коже, а на каких-нибудь внутренних органах, на слизистой оболочке. И, как видите, больше всего случаев рака, который вызывается вирусами, связан именно с этими попеломовирусами. О них я потом немножко еще расскажу. Вот тут про них кое-что написано, что есть такие разновидности этих вирусов, которые можно назвать онкогенными, и они вызывают одну из разновидностей рака, как шейкемат. В частности, многие вирусы могут вызвать рак просто потому, что они повреждают ткань. А любое повреждение тканей – это фактор риска развития раковых заболеваний. Неважно, чем это повреждение зоны. Вирусом гепатита, который убил половину клеток печени, или какой-то механической травмой, или ожогом, особенно если несколько раз обжигаются одни и те же там места. Все эти воздействия вызывают гибель клеток, воспалительные реакции в окружающих тканях, а воспаление – один из главных факторов риска развития рака. Дальше клетки стараются залечить это повреждение и усиленно делятся. Когда клетки усиленно делятся, то резко повышается риск, что они мутируют, что у них возникнут какие-то мутации, а это, в свою очередь, может увеличить вероятность рака. Ну и это, в частности, объясняет, почему алкоголь – это один из важных факторов риска развития рака. Крепкие алкогольные напитки, крепости там больше 30 градусов, повреждают слизистую оболочку кишечника, желудка, в первую очередь, конечно, не кишечника. После этого на стенку желудка действует желудочный сок, а это кислота, которая эту стенку повреждает, возникает химический ожог, воспаление, клетки желудка начинают усиленно делиться, ну и в итоге это может неизвестить. Иногда факторы риска довольно неожиданны. Вот, например, оказывается, что работа в ночную смену, это даже официально признанно, повышает риск развития некоторых видов рака. Надо сказать, что вообще ночью надо спать. Причем спать надо в темноте. А люди от этого, конечно же, отвыкли. Отвыкли за последние 50, ну максимум 100 лет. До этого, как вы понимаете, не было электрического освещения, освещение все было достаточно тусклое. Там какие-нибудь сначала лучины, потом свечки, потом керосиновые лампы. Ну а чтобы зря не жечь керосин, люди, особенно жившие в деревне, которым приходилось вставать с солнышком в 5 утра, чтобы до их коровы ложились, тогда темнело в 9 или в 10 часов вечера. Ну и это для дневного животного практически все высшие обезьяны, это дневные животные, нормально. Ну а когда появилось электричество, все, конечно, изменилось. На нас светит свет и днем, и ночью. Это и уличные фонари, и свет, который мы включаем в квартире, а свет, даже короткая его вспышка, сильно тормозит выработку одного из гормонов. Мелатонина, не путайте его с меланином. Меланин это темный пигмент. Мелатонин это гормон, который вырабатывается в эпифизе. Ну и у этого мелатонина много всяких воздействий, я потом о нем расскажу на соответствующей лекции про гормоны. Но кроме своего гормонального действия на организм, он выполняет роль антиоксиданта, обезвреживает ядовитые вещества, которые образуются в наших клетках из кислорода и могут вызывать мутации. И если синтез мелатонина блокирован, то это может повышать вероятность мутации, а значит вероятность мутации. Вот это, может быть, надо было переставить туда поближе к вирусам, поскольку в данном случае риск рака повышает бактерии. Она тут выделена в отдельную причину, по понятным аргументам, по понятным основаниям. Потому что, как видите, 20-30% всех людей в развитых странах еще больше-больше половины более бедных развивающихся странах заражены этой бактерией. И так давно было установлено, что именно из-за нее развивается хронический гастрит, а у части людей язва желудка. Ну а язва желудка – это, естественно, повреждение тканей. Об этом я уже говорил. Ну а кроме того, у нее, как и у некоторых вирусов, есть еще специфические механизмы действия на клетке, которые тоже увеличивают риск, говорите, рак. Поэтому считается, что, в общем-то, от этой бактерии лучше вылечиться. Ну и сейчас при лечении, скажем, язвы желудка, кроме всяких прочих лекарств, больным почти всегда дают антибиотики, проводят курсы антибиотиков для того, чтобы стрелить эти бактерии. Потому что иначе всегда развиваются рецидивы заболевания. Ну вот, про внешние причины мы уже поговорили. Я только что подвести итог. Может быть, скажу еще два слова, что частоту возникновения разных случаев рака и причины, которые их вызывают, изучает наука эпидемиология. Хотя это не заразная болезнь, поэтому эпидемии рака не бывает. И тем не менее, есть такая область, как эпидемиология рака, это область достаточно важная, потому что именно она-то и позволяет выявить эти факторы риска. Иногда, как видите, довольно неожиданно. Ну, я приведу такой пример. Вроде бы, даже правда, не знаю, может быть, аликот. У жителей Тибета обнаружилась повышенная частота рака кожи. Ну, вроде бы, понятно, потому что высокогорье, там много ультрафиолетового излучения. Но жители эти, с другой стороны, достаточно смуглые. То есть, как мангалоидная раса, вроде бы приспособлены к такому яркому солнечному свету. А раковое поражение, там, рак кожи, у них почему-то в основном на закрытых участках тела. Почему? Надо в этом разобраться. Значит, оказалось, что зимой там очень холодно, и чтобы согреться, под одеждой носят горшочки с тлеющими углями. Ну, и довольно часто этот горшочек там прислоняется к телу, называют ожог. И вот эти повторные ожоги и являются причиной повышенной частоты заболевания. Ну, вот такими вот вещами занимаются эпидемиологи. А теперь мы перейдем к внутренним причинам. Что же происходит в результате мутации? Как меняется поведение клеток, и почему они превращаются в раковые, угрожающие гибелью всему организму, начинающие вести себя ненормально, сумасшедшие клетки. Почему это происходит? Ну, во-первых, бывают такие события в жизни клетки, которые сами по себе резко повышают частоту мутаций в ней. Называется это генетическая нестабильность, и генетическая нестабильность свойственна подавляющему большинству, если не всем, раковым клеткам. Следующее свойство таких клеток, тоже очень важное, это то, что они перестают реагировать на сигналы, которые регулируют их выживание, рост и деление. Что это за сигналы, как они действуют на клетку, мы отдельно обсудим. Следующее. В отличие от нормальных клеток организма, разучаются кончать жизнь самоубийством. В каждую нормальную клетку встроена программа самоубийства, которая включается при необходимости. Этот способ гибели клетки называется апоптоз, а у раковых клеток программа апоптоза почти всегда нарушена. Еще одна особенность раковых клеток заключается в том, что они становятся бессмертными, в отличие от большинства нормальных клеток нашего организма, которые, как и сам человек, смертны. Что это означает, я потом тоже объясню. Ну и вот все эти свойства, это необходимые, но недостаточные свойства для того, чтобы раковая опухоль убила больного. Для этого нужно еще почти всегда, чтобы она образовывала метастазы, а для этого раковые клетки должны приобрести еще дополнительные свойства. Они должны научиться проникать в окружающие ткани из опухоли и проникать через эти ткани внутрь кровеносных сосудов. Для этого им надо горять межклеточное вещество и уметь ползать. Это свойство называется инвазивность. Затем они должны выйти из кровеносного сосуда в каком-то другом участке организма, но это дело не хитрое, и раз уж они туда проникли, то и вылезут оттуда. А вот что, гораздо более хитрая задача. Эти клетки должны научиться выживать в совершенно чужеродном окружении. Например, клетки, которые возникли в результате злокачественной трансформации из клеток кожи, должны научиться выживать внутри костного мозга или еще в каких-то тканях. Вот тогда-то и выступает завершающая стадия. Какие же мутации? Это удалось выяснить за последние 30-40 лет как раз молекулярным биологам. Оказалось, что это две группы мутаций разных генов. Одни из них называются онкогены. И мутации таких генов вызывают рак, если соответствующие белки начинают работать слишком хорошо. Если они постоянно активны. Такие мутации обычно доминантные. Одна такая мутация в одной копии гена, в одной из двух хромосом уже достаточно, чтобы вызвать соответствующие изменения. Другие мутации происходят в генах, которые тормозят развитие раковых опухолей. Они называются антианкогены. И эти мутации обычно выключают работу такого гена. Соответствующий белок перестает функционировать. А для того, чтобы мутация проявилась, должны испортиться оба гена. То есть такие мутации обычно рецессивны. Сначала, по-моему, если я не ошибаюсь, были обнаружены вирусные онкогены, которые могут строиться для НК и вызвать рак. А потом оказалось, что эти вирусные онкогены очень похожи на собственные гены клетки. И выяснилось, что эти собственные гены, если они, в общем-то, совершенно необходимы для нормального, полноценного функционирования клетки, что они делают, вы разберете. Ну вот, тут это отчасти написано. Написано, что делают, правда, уже онкогены. Онкогеном называется мутирующий ген. Если он нормальный, работает как полагается, то он называется протоонкогеном. Правильно. Ну, значит, что делают онкогены, понятно. Это отчасти понятно и свойств раковых клеток. Значит, смотрите, они начинают делиться и не требуется им для этого никаких сигналов. На сигналы, которые подавляют деление, в частности, сигналы от окружающих клеток, они перестают реагировать, ни на что не обращают внимания. Дальше, как я уже говорил, они не умеют кончать жизнь с самоубийством. Могут быть такие мутации, которые делают клетку бессмертный, и, наконец, они обеспечивают способность метастазирования. Вот это последняя группа мутаций, ведущая их хуже всего. До сих пор точно непонятно, что это за мутация. Ну и, как я уже говорил, немножко забежа вперед, мутации эти происходят не одновременно, поскольку каждый из них это редкое событие. Часто между первой мутацией и последующей проходят годы, а иногда десятилетия. Сначала эти мутации приводят к появлению таких клеток, которые образуют доброкачественную опухоль, а потом какая-то из этих клеток доброкачественная опухоль может превратиться в злокачественную, поэтому многие доброкачественные опухоли лучше вовремя удалять. Теперь мы разберем эти свойства раковых клеток немножко подробнее и поймем, почему они возникают. Понятно, почему генетическая нестабильность повышает риск развития рака. Если возникает частота всех мутаций в клетке, то повышается вероятность и таких мутаций, которые затронут онкогены или антионкогены и приведут к появлению рака. Ну а что может вызвать генетическую нестабильность? Разные причины. Одна из главных распространенных причин заключается в том, что мутируют гены, которые отвечают за белки системы репарации. Дело в том, что ДНК тоже молекула, она может вступать в химические реакции, и она все время вступает в какие-то химические реакции и все время портится. То в ней какой-нибудь нуклеотид соединяется с соседним, то в ней какие-нибудь нуклеотиды превращаются в другие, то какие-то нуклеотиды теряют свое азотистное основание, то еще что-то происходит. Это может происходить под действием химических мутагенов, под действием тех самых активных форм кислорода, которые просто образуются в клетках, под действием гетрофиолетового света, еще бог знает чему. Но в клетке существует множество белков, которые следят за молекулами ДНК и стараются вовремя их починить. Все эти нарушения можно оружить. Часто можно понять, какая из цепей ДНК повреждена, а какая осталась неповрежденной. Поскольку они комплементарны друг к другу, то неповрежденную цепь можно использовать как матрицу, и можно починить поврежденную цепь и сделать ее целин. Ну а если эта система нарушается, если происходит мутация в каком-то гене, который отвечает за починку ДНК, то, естественно, эти мутации передаются следующим покорениям клеток. И вот такие примеры известны. Есть вот такой вот пример. Тут нет картинки. Оказывается, что мутации некоторых генов этой системы репарации вызывают. Такую болезнь, пигментную ксеродерму, она развивается в раннем возрасте. Неконтролируемо делятся очень многие клетки кожи. Там возникают такие пигментные пятна на всем теле. Ну и таким людям вообще противопоказано при острой форме этой ксеродермы выходить на солнышко даже на короткое время. Потому что при любой дозе ультрафиолетового облучения в их клетках возникают дополнительные мутации и развиваются рап кожи в высоком проценте случаев. Причем даже это одно заболевание может быть вызвано, обратите внимание, мутацией в десятке разных генов. Вспомните вторую часть названия этой лекции. Пусковой механизм в данном случае даже для этого одного конкретного заболевания может быть разным. Это очень важно, но и в целом довольно печально. Поймете почему потом. Ну вот другой пример тут приведен. Могут рваться хромосомы. Например, при воздействии ионизирующей радиации, радиоактивного излучения довольно часто возникают такие разрывы. Ну а в результате хромосомы склеиваются между собой, начинают неправильно распределяться по дочерним клеткам, меняется количество копий разных генов, а значит активность соответствующих белков и у очень большого числа форм рака хромосомный набор на самом деле вовсе не такой, как у нормальных клеток. Вот сейчас все хромосомы научились красить так, что они светятся под микроскопом разными цветами. Каждая пара хромосом своим цветом такая. Вот и с помощью этой методики можно легко определить, что произошло с набором хромосом в конкретных клетках опухоли. Ну тут видите, сколько там мест показано, где кусочки от хромосома оторвались, там приклеились к другим хромосомам, что-то с нами еще там произошло. То есть и число, и состав хромосом резко меняются. А при этом меняется и работа соответствующих генов, которые попали не на свое место в генове. Ну теперь давайте поговорим про второе свойство, про способность к неограниченному делению. А оно почему возникает? Почему раковые клетки интенсивно делятся, не обращая внимания на соседей, и ничем не тормозятся. Главная причина этого заключается в том, что у них, во-первых, нет чувствительности к сигналам, подавляющим рост. Во-вторых, они не обращают внимания на повреждения собственной ДНК, в отличие от нормальных клеток. Но самое главное, что происходит в этих клетках, это что у них нет потребности к внешним воздействиям, к внешним факторам, которые стимулируют выживание, деление и рост клеток. Как обстоит дело здесь с нормальными клетками? Как происходит дело, как обстоит дело с нормальными клетками? Они должны пройти от одного деления до другого, так называемый, клеточный цикл. Сначала они синтезируют такие вещества, растут, а потом проверяют, все ли в порядке. Достаточно ли они выросли, хватает ли питательных веществ в окружающей среде. Если все нормально, вроде бы, можно проходить этот цикл дальше. Вот здесь наблюдается очень важная часть. С-фаза под этой стадией удваивается ДНК клетки. Опять после этого проверяют, вся ли ДНК удвоилась, не произошло ли каких-то мутаций. Дальше надо еще немножко подрасти, опять проверить, там хватает ли питательных веществ. Потом во время деления клетка проверяет, все ли ее хромосомы на месте, прикрепились они к переценуделению и только тогда делятся. А что можно сделать, если что-то не так? А что можно сделать, если не хватает питательных веществ? Если клетка недостаточно выросла? Если ДНК ее не вся удвоилась? Или произошли ошибки при удвоении? Вариантов тут два. Один вариант. Можно остановиться и подождать, пока условия улучшатся. Например, подождать, пока система репарации исправит мутацию ДНК. исправили, все, сигнал к остановке деления перестал приходить, можно дальше пройти клеточный цикл до конца и поделиться. Ну а если не получилось? А если не получилось, правильно, например, удвоить ДНК, если там остались сильные повреждения, что будет делать нормальная клетка? Возможно, она запустит программу апоптоза, запоптозится и покончит с забою. Ну а раковые клетки ни на что на это не обращают внимания. Более того, вообще клетки нашего организма, нормальные клетки, такие жуткие пессимисты, и все им плохо. Если только все уж совсем хорошо, им не к чему придраться, вот тогда они нормально себя чувствуют и нормально могут делиться. Если им хватает всех питательных веществ, которые нужны для построения там всех внутренностей этой клетки, если вокруг оптимальная температура, оптимальное содержание кислорода, то они все равно умирают в силу своего пессимизма. Даже для того, чтобы просто выжить, не делясь, им нужно воздействие окружающих клеток. Им нужно чувствовать, что остальные клетки все время там делают им комплименты, там заботятся о них, что на них действуют факторы выживания. Для того, чтобы клетка росла, при этом нужен еще дополнительный набор белков, которые выделяют соседние клетки, которые называются факторами выживания. Для того, чтобы она делилась, вот в этом вот случае, нужен еще дополнительный набор каких-то факторов. Первое, как у нас делится, вот это вот. Вот видите, факторов деления, и только тогда она считает, что все, ну уж совсем хорошо, придраться к ничему, можно жить, расти и делиться. Вот почему культивировать клетки человека в культуре ткани совсем не так уж просто. Для того, чтобы культивировать клетки растений, например, достаточно там добавить минеральные соли, там поддерживать стерильность, они прекрасно будут расти. А для того, чтобы культивировать клетки великопитающего, приходится добавлять в эту среду телячью сыворотку, например, сыворотку крови теленка. Почему нужна телячья сыворотка? Потому что в ней-то как раз и содержатся все вот эти вот факторы. Факторы выживания, факторы роста и факторы деления. Понятно, да? Так вот, одна из главных особенностей раковых клеток состоит в том, что они становятся чересчур оптимистичными. Им не нужно никаких этих дополнительных факторов. А почему им не нужны этих факторов? Потому что эти факторы действуют, они вырабатываются окружающими клетками, они действуют на какие-то белки рецептора клеточной мембраны и потом сигнал от них передается внутрь клетки, в ее ядро. Действует на ее гены, позволяет ей выживать, расти и делиться. Значит, что в раковой клетке может произойти? Может возникнуть мутация рецептора поверхности, которая воспринимает этот фактор? Какая? Что ему уже не надо, чтобы на него кто-то действовал? Он сам посылает все время сигнал, как будто на него кто-то действует. Да? А может произойти мутация какого-то белка, который передает сигнал внутрь клетки. Вот две распространенных таких мутации, раз и миг, это как раз мутации таких важных белков передатчиков. И это типичные белки и гены, соответственно, прото-онкогены. Значит, в норме они отвечают за рост и деление клеток, но если они мутируют и начинают работать слишком активно, то этот рост и деление становится совершенно неконтролируемым. Организм уже не может доставить деление таких клеток. Не рак, но это одна из ступенек необходимых обычно для развития рак. Ну, а сигнальные пути, в которых участвуют эти белки, очень сложные. В них задействована масса других молекул, все они влияют друг на друга. Да? И для каждого вида ракового опухоли, опять же, мутировавший ген, который участвует в этой передаче сигнала, может быть свой. Какие-то мутации встречаются чаще, в большом проценте раковых опухолей, вот, например, мутации МИК, это что-то чуть ли не 20% всех раковых опухолей человека, одного этого гена. А какие-то мутации встречаются реже, но тоже вносят свой вклад. Кроме этого, бывают и другие причины. Сама эта клетка может усиленно вырабатывать факторы роста, или в нем может стать больше рецепторов к факторам роста других клеток, но, пожалуй, они играют такую подчиненную роль. Для этого останавливаться не будет. Даже для одного гена, который стимулирует метоз, причины того, что он начинает работать слишком активно, тоже бывают разные. Одна причина, что он оторвался от своей хромосомы, прикрепился к дому, а там его работу стимулируют, и он начинает работать активно. Другая причина, что в клетке, в результате некоторых процессов, увеличивалось число копий такого гена. Третья причина, ген работает нормально, но белок становится слишком стабильным, медленно разрушается в клетке, и количество его растет. Все это мутация одного гена, но разные, например, у разных раковых больных. И это тоже приходится учить. Сигналы, которые поддерживают рост и размножение этим клеткам, не нужны, а сигналы, которые тормозят рост и размножение, на них не действуют. Причины этого тоже могут быть разные. Вот одна из причин состоит часто в том, что в этих клетках отсутствует так называемое контактное торможение. Если мы посадим нормальные клетки в чашку петли, с питательной средой, то они будут делиться после деления, или во время деления даже, часто они прикрепляются к дну этой чашки петли, распластываются по нему, и растут до тех пор, пока не покроют всю поверхность. Но как только они покроют всю поверхность одним слоем, слоем толщиной в одну клетку, так рост их прекращается, и это нормально. Потому что в ткани это означало бы, что им дальше делиться некуда. Со всех сторон сидят соседи. Куда там еще делиться? Ну а раковые клетки на своих соседей не обращают внимания. Ведь чашки петли это приводит к тому, что они начинают делиться, громоздяясь друг на друга. Ну и так же они ведут себя и в организме, естественно. Контактное торможение тоже отвечают рецепторы, только на них часто действуют не растворенные вещества, факторы роста, а какие-то белки, которые сидят на поверхности соседних клеток. Значит, нормальные клетки реагируют на своих соседей, а раковые клетки перестают. Ну и эти сигналы тоже достаточно разнообразны. Сигналы, которые тормозят рост клеток, приводят к остановке клеточного цикла на какой-то из стадий, на каком-то из проверочных пунктов, о которых я говорил. Их тоже приходится изучать. Достаточно важный ген, который регулирует поведение нормальных клеток и в частности нормальное прохождение клеточного цикла это ген P53. Про него я рассказываю потому, что мутации наружные уже не в 20%, а, наверное, в 50% или даже в 60% всех раковых опухолей человека. То есть это один из ключевых генов, мутации которого могут привести к раку. Ну, у них много всяких там функций, но главная функция его состоит в том, что он следит за целостностью ДНК. и если в ДНК происходят какие-то зарушения, то он, соответственно, может в нормальной клетке вызвать две реакции, о которых мы уже говорили. Через кучу участвуют во внутриклеточной жизни. Он либо затормозит прохождение клеточного цикла до тех пор, пока все не нормализуется, либо, во многих случаях, заставит клетку, как вы сказали, зоопоптозиться. Да, зоопоптозиться. Покончить в женицину убийство. Ну, а что происходит, когда он мутирует? Показывают опыты на мышам. Мыши вообще живут недолго. Вот, видите, мыши живут-живут. 150 дней проходят. И даже если у них нормальный ген P53, они уже начинают тихонечку помирать. Ну, это мыши какой-то лабораторной линии, которые живут полгода. Нормальные мыши все-таки живут год или полтора. А у мышей, у которых обе копии гена P53 выключены искусственно, в возрасте уже одного месяца, даже почти от рождения, резко повышается риск развития раковых опухолей. И к двухмесячному возрасту все-таки мыши закрывают раковые манералы. Ну, а если сделать так, что этот ген будет работать слишком хорошо, мыши не будут болеть раком, и проживут 3 года вместо полутора, оказывается, ничего подобного. Слишком много хорошо, в данном случае тоже нехорошо. Вот это мыши, у которых ген P53 работает слишком активно. И, как видите, все они умирают почти в том же возрасте, что и в том случае, если он не работает совсем, но только не от рака, а от сталости. То есть признаки. Да, у них возникают признаки старения клеток и организма, и они тоже умирают. Ну вот, про этот ген показано, насколько всяких других генов он влияет. Они тут перечислены далеко не все, конечно. Он влияет на многие всякие процессы, но главное, как я уже говорил, которое имеет отношение к раку, вот эти два. Не бывает, что работа этого гена выключается не только в результате мутации, но и в результате воздействия вирусных белков. Значит, заражение вирусами в ряде случаев приводит к раку не только потому, что вирусы помереждают ткани, но и потому, что они блокируют работу гена P53. Но это понятно, более-менее, зачем им надо. Им надо, чтобы клетки, которые они заразили, не могли покончить жизнь самоубийством и активно делились, когда и вирус там будет прекрасно у них жить и размножаться. Да? В результате, с помощью своих золков, вот, например, пиломы вируса, о которых я упоминал, выключают два гена, P53 и второй ген, отвечающий за апоптоз. Здесь показано, как они это делают. Оба этих гена включаются двумя разными вирусными белками. И в результате активируется работа тех генов, которые вызывают неконтролируемое размножение клеток. Ну и в лучшем случае развивается голодавка, злокачественная опухоль, а в худшем случае возникают дополнительные мутации, и такая опухоль может стать злокачественной. Понятно, да? Вообще, апоптоз очень важен не только для защиты от рака, но и для всяких других процессов. Он позволяет клетке погибнуть тихо, скромно, и не особенно мешая окружающего. Специальные ферменты, активирующиеся в ней, разрезают на мелкие кусочки ее ДНК, потом эта клетка распадает на мелкие кусочки, но кусочки эти по-прежнему окружены мембраной, содержимое этой клетки не вытекает из нее, не вызывает воспаления, и потом эти мелкие кусочки поглощаются окружающими клетками-макрофагами, и все остается тихо-мирным. И это важно для того, чтобы убрать из организма клетки, зараженные вирусами, да и просто для нормального развития организма. Например, клеток в нашем мозге образуется с большим избытком, а потом значительная часть нейронов гибнет в норме. И это необходимо, чтобы мозг хорошо развивался. Или, например, сначала лапы у нас такие образуются, как у игрушечного медвежонка, безороженшего человека, без пальцев. А чтобы появились пальцы, как вы, наверное, уже догадались, на определенных участках клетки должны погибнуть. Если они не погибнут, пальцы останутся сросшимисями. За счет похожего, ну, конечно, более контролируемого механизма образуются, например, перепонки на лапах у утки. Вот у курицы. У курицы и утка близкие родственники вообще. Но у курицы нету перепонок на лапах, а у утки есть. Потому что клетки перестали гибнуть в этих местах. Ну и, как уже упоминалось, П-53 не только следит за целостностью ДНК, и не только останавливает клеточный цикл в случае необходимости, но и может запускать апоптоз в клетке. И если он мутировал, то клетка не может погибнуть уже часто ни при каких обстоятельствах. Или почти ни при каких. А вот это вот показывает, что иногда клетка еще и не собирается вроде заканчивать жизнь самоубийством, да? Но ей такой сигнал можно послать в иммунную систему, правильно? Помните, как Т-киллеры и НК-клетки убивают клетки, зараженные вирусом или раком? Они проделывают в них отверстия, воруют и запускают туда вещества, которые отдают клетке сигнал к апоптозам. Ну а если эта система внутри клетки отключена, или ее не удается распознать, клетка в умной системе, то этот механизм тоже, увы, может не сработать. Теперь, следующий признак раковых клеток это то, что они становятся бессмертными. А почему остальные клетки не бессмертны? Вот, казалось бы, клетка делится и делится, но в организме она умрет вместе с организмом, а в культуре ткани, и до середины 20-х век, даже до 60-х годов, да, считалось, что так и должно быть, что если посадить клетку человека в благоприятные условия, то она будет делиться бесконечно. А потом один ученый, хейфинг, обратил внимание, вот на какую закономерность, сначала на мышах, потом на люди, что если мы берем клетку у молодой мыши, например, да, то она там в культуре делится, допустим, 30 или 40 раз, и проходит довольно много времени, и все нормально. А если клетку такой же ткани взять у старой мыши, то она может делиться меньше число раз. Ну, кстати, на мышах это плохо удается, по понятной причине, сейчас она будет ясна. А вот на человеке хорошо. Значит, если взять какие-то клетки кожи, там, например, у молодого человека, то они поделятся в культуре, там, 40 раз. А после этого все потомки этих клеток все-таки погибнут. А если взять у старого человека, то они поделятся, может быть, только 10 раз, и после этого все их потомки погибнут. Почему? Оказалось, это выяснилось уже гораздо позже, в 80-е, 90-е годы, что клетки не умеют удваивать самые кончики своей ДНК, самые кончики хромосомы. Там возникают большие затруднения. Эти кончики называются таломеры. В принципе, их можно удвоить с помощью специального фермента. Но в большинстве клеток наших тканей, кроме стволовых клеток, конечно, соответствующий фермент не работает. И, по-видимому, не работает он потому, что это важный механизм защиты от рака. Пусть лучше эти клетки постареют и умрут, чем превратятся в раковые. Если же этот фермент начинает работать, как это обычно происходит с клетками раковых опухолей, а произойти это может в результате мутации гена, соответствующего ферменту пеломеразы, тогда они начинают удваивать кончики своих хромосом, в этом смысле они становятся похожими на стволовые, и уже ничто не лишает им жить в культуре клеток вечно. Есть несколько таких культур, которые поддерживаются в разных лабораториях уже в течение полувека, и у этих клеток нет никаких признаков старения. Ну и вот тут интересно, конечно, посмотреть, а как обстоит дело у других животных. Вот я набрал сравнительная онкология, и сначала вылезла ссылка на книжку, где сравниваются просто разные опухоли. Компиратив онкологи. Но это неинтересно. На самом деле по-английски и по-русски сравнительную онкологию называют и сравнение разных животных. В том смысле, как часто они болеют раком. Буквально за последний год там произошли такие существенные подвижки в этой сравнительной онкологии. Ну, чаще всего ученые работают на мышах, да? Мыши маленькие, живут они недолго, как я говорил, там год или полтора, и надо сказать, что они очень часто болеют раком. И, видимо, это связано в частности с тем, что у мышей-то как раз в большинстве тканей таломеразы не отключаются. То есть даже нестволовые клетки мыши могут оказаться в культуре бессмертными. У них нет предела зеления. Но в последнее время нашлись такие грызуны, ну, нашлись-то они не вчера, конечно, а внимание на них обратили, которые по размеру не сильно отличаются от мышей, ну, не побольше, но не намного, да? А живут удивительно долго. Один из таких грызунов, полоземляков, он удивительен по многим своим признакам. Самый его удивительный признак заключается в том, что живет он колониями, такими как муравины или пчелины. Там только одна усыпь размножается, а все остальные самки бесплодные, помогают ей выращивать потомство. Это единственное эосоциальное мегапитающее. Значит, эти голые землекопы практически не болеют раком. Когда их клетки начали изучать в культуре, оказалось, что у них почему-то очень сильно развито контактное торможение. Они даже одного сплошного слоя не образуют. Раньше кончают делиться. И тоннами разу у него работает, так и у человека, хотя он гораздо меньше. Совсем недавно стали изучать другое подземное мегапитающее, такого, как разума, слепыша. Эти голые землекопы, они живут только в Африке, там при строго определенной температуре, но зато их легко размножать в лаборатории. А вот эти слепыши, они живут там во многих местах, в том числе и у нас, но зато в лаборатории они не размножаются, они очень злые. Вообще два сажены вместе, сразу запусывают друг друга до смерти. В общем, с ними много сложностей. И все-таки их научились тоже держать в лаборатории. И тоже оказалось, что они живут очень долго для такого маленького животного, и тоже не болеют раком. При этом выяснилось, что у них совсем другой какой-то механизм действует, потому что их предки в культуре размножаются, образуют сплошной слой, а потом почему-то все погибают путем микроза. Ну а с другими млекопитающими, например, со слонами и с китами, такая работа только еще начинается. А понятно, что у китов должно быть вроде бы куча проблем. Они очень большие, а размеры клеток у них примерно такие же, как у человека. То есть большие они не потому, что у них клетки большие, а потому что клеток этих очень много. Раз много клеток, значит много делений, раз много делений, значит должно быть много мутаций, да еще продолжительность жизни у них чуть ли не самая большая, уж по крайней мере точно самая большая среди млекопитающих. Ну, насколько часто киты болеют раком, раком точно неизвестно, потому что во времена китобойного промысла этим серьезно не занимались, а сейчас, как вы знаете, промысел китов практически не ведется. И можно только изучать выбросившихся на берег китов. Но зато и клетки тоже можно размножать в культуре, этим тоже можно заняться, и тоже посмотреть, какие же у них действуют механизмы защиты от рака, и это может оказаться важным и для человека. Но, как я уже говорил, раковые клетки в конечном счете, чтобы убить организм, должны приобрести способность метастазирования. Как это делается, не очень известно, но известно, что делается это довольно хитро. Значит, во-первых, клетки, которые до этого скромненько стояли, так как дети в детском саду, держась за ручки, все разбегаются в разные стороны, начинают активно ползать, растворять окружающие ткани, и в итоге могут заползти кровеносные сосуды. Во-вторых, до этого еще, чтобы поддержать свой собственный рост, они начинают выделять вещества, которые стимулируют врастание в опухоль кровеносных сосудов. Надо сказать, что как только опухоль достигает диаметра 2-4 мм, без кровоснабжения, без новых кровеносных сосудов рост не может продолжаться, просто не будет получать кислородопитательные вещества. В-третьих, они заставляют окружающие клетки реагировать на них, как на воспаление, и это стимулирует их рост и дальнейшее репосказирование. Ну и, возможно, они также защищаются от иммунной системы. Про это я подробно не буду рассказывать, только покажу, как они хитро действуют. Видите, в этой клетке выделяют белки, цитокины, они действуют на окружающие клетки иммунной системы. Эти клетки иммунной системы думают, что происходит воспаление, значит им надо там размножаться, выделяют ростовые факторы. А эти ростовые факторы, хотя многие опухолевые клетки и могут без них обходиться, дополнительно стимулируют деление раковых клеток и рост опухоли. Так они не только обманывают иммунную систему, но еще заставляют ее помогать себе. Бывают такие случаи. Дополнительно выделяются не только раковыми клетками, но и окружающими клетками иммунной системы. Такие вещества, которые стимулируют рост и летлиния кровеносных сосудов. И опухоль получает дополнительные питательные вещества и кислород до своего роста. Ну и наконец, когда метастазы уже образуются, долгое время было непонятно, как же клетки ухитряются выживать в чуждом окружении. Оказалось, что об этом они заботятся заранее. Они тоже выделяют специальные вещества, которые разносятся кровеносной системой по всему телу. И клетки соединительной ткани в отдаленных участках готовят для них благоприятную среду. Образуют так называемые ниши, где затем могут поселиться раковые клетки, где они могут размножиться и где они могут образовать метастазы. Что это не правда? Не верится? Ниши, чтобы им там было комфортнее жить. Там создаются условия, подходящие для их роста и размножения. Кто они? Раковые клетки? Зачем им убивать больного, неизвестно. А они случайно путают? В конце концов, конечно, они гибнут вместе с ним. Просто, видимо, они не могут этого не делать. И вот в частности почему. Потому что после того, как в раковых клетках происходит мутация, начинает действовать естественный отбор. А этот естественный отбор, как, к сожалению, и в человеческом обществе, часто действует пользуя наиболее зловредных, которые ни на кого не обращают внимания. Если клетка быстрее других делится, меньше обращает внимания на соседей, может давать метастазы, то именно такая клетка и получает преимущество. И если сначала раковая опухоль образуется, как правило, из одной исходной клетки, то потом в ее составе, из-за генетической нестабильности, все клетки становятся разными и активнее всех размножаются самые зловредные. И в итоге это приводит к тому, что они становятся такими зловредными, что, может быть, и против своей воли, но убежают организм. Кроме того, эти клетки еще часто приобретают возможность защищаться от лекарств. У них активируется такая система, которая выбрасывает наружу, и лекарства перестают на эти клетки действовать. Ну как же все-таки можно побороться с раком? Понятно, что тут, как и в других случаях, важнее всего профилактика. Надо там не контактировать с энтерогенами, стараться вовремя обнаружить эту раковую опухоль. Для этого нужно проводить осмотры, особенно пожилым людям вовремя. Для этого можно делать, проводить вакцинацию против особенно зловредных вирусов, вроде вируса гепатита В. Ну а если все это не помогло, то до сих пор, конечно, главными остаются традиционные методы лечения. Увы. Ну, например, если опухоль еще не успела дать лекарств, то ее можно просто удалить хирургическим путем, почти во всех случаях, если она только не сидит где-то глубоко внутри головного мозга. Единственное исключение. Из-за нее нельзя добраться, не повредив важные участки мозга. Так бывает. Во всех других случаях ее можно удалить, поэтому главное ее вовремя обнаружить. Ну а если этого сделать вовремя не удалось, то используют радиотерапию, облучают организм каким-то видом организирующей радиации, и, как правило, к этой организирующей радиации раковые клетки оказываются более чувствительными, чем здоровые. Ну, например, потому что они быстро делятся. Радиация сильнее всего действует на активно делящиеся клетки. К сожалению, и в здоровых тканях есть быстро делящиеся клетки. Где? Межде всего, в красном костном мозге и в кишечнике. И эти ткани очень сильно страдают, да, выпадают волосы, кроме того, да, это правда. Вот. Ну а раковые клетки при облучении либо умрут, либо, увы, иногда могут стать еще более раковыми за дополнительных мутаций. Это уж как повезет. Эти методы усовершенствуются в последнее время. Не хотелось бы облучать весь организм, особенно не хотелось бы облучать мозг, если опухоль там, добраться до нее ножом невозможно. И ученые, ну тут в основном и биологи, конечно, о технике, физике, придумали способы, как сделать облучение более щадящим. Смотрите, источник излучения помещается вокруг головы человека, очень точно выявляется место находится опухоль, и гамма-лучи светят со всех сторон в эту точку. А дальше они расходятся. Понятно, да, что вот этот участок мозга получит в десятки раз большую дозу радиации, чем окружающую. Окружающие ткани повреждены не будут, а раковая опухоль будет убита. К сожалению, таких установок и гамма-ножей, и кибер-ножей на весь мир пока всего 300 или 400. А в России всего 3. Они очень дорогие. На всех не хватает. Придумывают и другие технические способы, которые могут оказаться перспективными. Вот, например, оказалось, что если ввести в опухоль углеродные такие специальные трубки, а потом засунуть человека в СВЧ, начать нагревать его, то опухоль нагреется гораздо сильнее. Проблема только в том, как засунуть эти углеродные нанотрубки в нужное место. И всегда будет успешно решена. Или, например, можно ввести в опухоль такие вещества, которые повышают чувствительность клеток к свету. Таких веществ известно очень много. Тогда, если мы подведем к ней световод, начнем светить на эти клетки, раковые клетки погибнут, а здоровые клетки останутся целыми и невредимыми. Если эти способы не действуют, прежде всего радиотерапия, то приходится использовать химиотерапию. Часто в комбинации используют и то, и другое радиохимиотерапию. Видите, как называется эта химиотерапия? Это токсическая. Это значит, что действуют на нас ядами для клеток. И эти клетки нарушают либо синтез ДНК, либо синтез геомономеров, муклеотидов, либо сам процесс клеточного деления, а при этом, естественно, очень сильно страдают и все здоровые ткани. Ну, делать нечего, приходится этим пользоваться. Что же дает изучение? Сейчас еще есть минуты, я не говорю. Что же в таком случае дает изучение всех этих особенностей раковых клеток? Надо дать надежду на то, что следующее поколение лекарств против рака, следующее поколение методов лечения будут не такими травмирующими, будут действовать более прицельно. Кроме того, есть надежда, что рак удастся выявлять на боли, тогда бывает часто достаточно одной операции. Ну вот, появляются новые методы диагностики. Например, выяснилось, что все клетки выделяют в кровь такие маленькие пузырьки из мембраны, и эти пузырьки плавают в крови. У раковых клеток в мембране есть видоизмененные галки, и если в крови появляются пузырьки с такими галками, то значит где-то в организме сидят раковые клетки. Так сейчас удается на ранних стадиях выявить очень агрессивную опухоль из гриальных клеток мозга, глиобластома. А если она вовремя выявлена, то ее гораздо легче удалить. Видимо, в ближайшее время широкое распространение получит и вот такой метод, только что опробованный. У человека полностью расшифровывается вся последовательность его ДНК. Пока это довольно дорого, стоит там порядка 10-20 тысяч долларов, скоро будет стоить 1000 долларов, а еще там скоро 500. Вот, не так уж дорого. И после ДНК, который оказывается тоже выходит в кровь из клеток, сравнивается с нормальной ДНК его здоровых клеток. Если обнаруживаются другие измененные фрагменты, то значит где-то в организме сидят клетки генетически нестабильные, и этот метод диагностики может оказаться довольно-таки универсальным, в отличие от большинства других методов, которые позволяют выявить только определенную разновидность рака. Ну, а что касается профилактики, тут тоже сделаны первые успехи. Оказалось, что если ввести мальчикам и девочкам еще до полового созревания вакцину против вирусов попеломы человека, против тех разновидностей, которые могут привести к развитию рака шейки матки, то в дальнейшем они этим видом рака и не заболеют. А если вы обратили внимание на диаграммы, то это одна из широко распространенных разновидностей рака у женщин. Ну и сейчас, например, в Америке, да и в Европе всех детей, ну почти мы обязательно в порядке, без этого их в школу не возьмут, прививают от попеломы вирусов. А у нас эта прививка добровольная, но, кажется, уже бесплатная, кстати говоря. Ну, кроме того, раз известно, бактерия, вызывающая язву желудка, вызывает и рак, то, наверное, лучше ее излечиться, если она там у вас в организме сидит, а это несложно установить, тогда риск развития рака желудка тоже понизится. Ну, а в плане лечения, когда известно, какой именно генетический дефект приводит к раку, можно прицельно попробовать действовать на мутантный белок. И вот, например, в одном из случаев, когда известно, что в результате разрыва и сидения хромосом появляется гибридный белок, которого нет в здоровых клетках, и который начинает там слишком активно работать, удалось разработать вещество, которое прицельно действует именно на этот белок, значит, оно будет ядовитым только для раковых клеток, и с помощью этого вещества, правда, тоже пока довольно дорогого лекарства, удается излечивать определенные разновидности рака крови. Это первое такое строго прицельное лекарство от рака. Вслед за ним были разработаны моноклональные антитела, моноклональные антитела действуют против строго определенного белка, если этот белок есть только на раковых клетках, то хорошо, значит, эти клетки будут опознаны и убиты иммунной системой, но даже если они есть не только на раковых клетках, но и на здоровых, на данных случаях, но просто этих клеток слишком много в организме, то это тоже неплохо, потому что при введении такого антитела этих клеток станет намного меньше, и это затормозит развитие раковых заболеваний на многие годы, даст дополнительное время жизни. Раз раковая опухоль не может расти без кровеносных сосудов, попробуем заблокировать их рост. Во взрослом организме кровеносных сосудов и так хватает, если в здоровых тканях новые не растут, ничего не будет, а если они не будут врастать в опухоль, то ее рост остановится, и она может быть просто подобной. И в некоторых случаях это действительно дает эффект. Таких веществ известно очень много, как видите, больше 500, и некоторые из них используются при лечении рака. Почему-то иммунная система срока действует против раковых опухолей, но, может быть, можно поднатаскать и натравить на эти раковые клетки? Да, оказывается, что это действительно так. У ракового больного можно выделить его раковые клетки в культуре, размножить их, там растереть в труху, потом ввести эти белки его собственных раковых клеток в организм, и эта так называемая вакцина стимулирует его собственный иммунитет, заставляет его активнее бороться с раковой опухолью, и может помочь излечиться или продлить ему жизнь. Кроме того, моноклональные антиланты не только могут способствовать иммунной реакции, но могут служить и для того, чтобы в раковую опухоль доставить какие-нибудь ядовитые вещества, которые к ним пришиты, или какие-нибудь вещества, которые превратятся в ядовитые внутри раковых клеток, или к ним можно пришить атомы радиоактивного химического элемента, которые тогда попадут в нужное место в организме. Можно попробовать изобрести такие вирусы, которые смогут размножаться только в раковых клетках, и не будут размножаться в здоровых. И первые такие пробы уже сделаны, тогда такой вирус может оказаться онколитическим, он убьет все клетки опухоли и больной выздорове. Можно попробовать заблокировать в раковых клетках фермент таламираза, чтобы они перестали делиться и умерли от старости. Можно попробовать доставить в раковые клетки ген, который будет кодировать фермент, превращающий безвредное лекарство в ядовитые. И тогда ядовитое вещество будет образовываться только внутри этих клеток. Можно, 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 но все это дело будущего. Давайте сделаем все-таки короткие выводы. Вы поняли, что у раково множество причин, они в значительной степени связаны с нашим образом жизни и привычками, отчасти с генетической предрасположенностью. Генетическая предрасположенность к раку скоро можно будет выявить путем достаточно недорогих анализов. Соответствующие привычки можно поменять, особенно если они угрожают конкретно вам. Раковые опухоли удается диагностировать на все более ранних этапах. И это способствует тому, что все большее число больных удается излечить. И многие виды рака, которые еще 20 лет назад были смертным приговором, сейчас не смертельны. В некоторых случаях от рака могут предохранять прививки. И такие прививки полезно делать, особенно детям. Хронические заболевания, сопровождающиеся воспалением, лучше вовремя лечить. Ну и есть надежда, что благодаря бурному прогрессу молекулярной биологии многие формы рака будут излечены уже в ближайшие 10-20 лет. Однако универсального лекарства от рака, панацеи от всех форм нет и, по-видимому, никогда не будет.